Ты снимаешь продажные обзоры. Иногда приходится прогибаться. Тебя перестали пиздить на улицах? Спасибо тебе, Господи. Владимир Путин или Ксения сообщил? Мой парень это Костян. Они будут тебя облеплять, целовать. Я буду натягивать резинки на арбузы. Тебя никто не видел никогда с женщиной? Мне неприятно в этом участвовать. Ну блин, ну это не серьезная отмазка. Ура! Твои старинные зрители помнят, что раньше перед каждым рецептом был такой дисклеймер. Автор не повар и готовить не умеет. И 4 года назад он пропал. Что произошло? Один раз я забыл его вставить. Потом еще раз забыл вставить. Потом я его вставил. И люди такие, да все и так знают. Типа, успокойся. Чего ты, как это, оправдываешься перед нами? Типа, мы знаем, что у тебя нет образования никакого. Мы знаем, что ты готовить не умеешь. Хватит уже вставлять эту надпись. Знаешь, как бы, косячишь? Мы тебе скажем, что ты косячишь. Вот так мне, грубо говоря, зрители сказали. Я сказал, ну ладно, хорошо. То есть это не потому, что 4 года назад ты научился? Не-не-не, готовлю точно так же криворуко. Просто зрители расскажут в любом случае, поэтому смысла нет. Могу добавить, если хочешь. Олег Григорьев, он же славный дружа Обломов. Родился 22 марта 1987 года в Ленинграде. Окончил архитектурный колледж строительной индустрии и городского хозяйства. Главный кулинар русскоязычного ютуба. Гроза и надежда петербургских служб доставок еды. Самый скромный и неконфликтный видеоблогер-миллионник. Подчеркнуто уважает всех и регулярно извиняется за все. Похаживает на бокс и в качалочку. Любит мультяшных пони, пивасик и когда много салфеток. Ты считаешь себя скромным человеком? Не-е-е. Мне кажется, это значит, что ты должен сказать, считаешь себя скромным человеком или нет. Но это такие вещи, по которым должен говорить кто-то про человека. Мне кажется, что ты часто говоришь об этом и хочешь, чтобы люди так считали. Но, если ты спрашиваешь мое мнение, а я же вопросы должен задавать, то я считаю, что это не очень сочетается с твоими многочасовыми практически проповедями на канале Облома Встав, где ты регулярно учишь своих школьников отношениям с родителями, с противоположным полом. Говоришь им, куда пойти учиться, куда работать, на ком жениться. Блядь, кем ты себя возомнил? Ты кулинарный блогер или какой-то гребаный лайф-коуч? Каждый раз, когда я сел, мне хочется что-то высказать, какую-то мысль. Мне кажется, это со скромностью не особо связано. Я сразу говорю, что это кухонный философ, я диванный аналитик по любым вопросам. Мы только что выяснили, что все дисклеймеры не работают. Они не работают, но я все время людям говорю, что если вы полностью согласны с моим мнением, значит, у вас в жизни что-то не так. То есть, если, грубо говоря, ты полностью на 100% согласен со всем, что говорит человек, это значит, что у тебя своего мнения уже нет. Блин, ну ты уже перестал, раньше ты говорил там, я считаю, что сейчас ты просто реально идут советы, это реально выглядит как проповедь. Иди покрести ребенка. Я очень советую тебе доучиться и получить высшее образование. Копи на грудь. Не работай, не работай. Чувак, делай так, иди туда, все, безапелляционно достаточно. Ну, может, знаешь, может... Когда вот произошел перелог, когда ты понял, что ты можешь это делать? Наверное, когда мне стукнуло 30 лет. Я понял, что я старый, умный и умнее всех, и теперь буду раздавать советы. А кто эти люди, которым нужны твои советы? Вот в каких-то абсолютно личных таких вопросах. В основном подписчики, которые слушают мое мнение по поводу каких-то вопросов, и они понимают, что я могу им сказать что-то интересное. Вот им так кажется, не мне, это им так кажется. Они задают какие-то вопросы. То есть, вот у человека какая-то проблема. Обычно, ну, по жизни так получается, что если тебе, например, 30 человек, а у тебя 15-летний что-то спрашивает, то ты можешь ему дать совет. Дать совет 40-летнему дяденьке я не могу. Он, скорее всего, умнее меня и жизненный опыт у него больше. Но если человек младше меня на 8 лет, например, и ему предстоит в плане учебы и отношений с родителями, и вот это все-все-все предстоит, что я уже пережил, я могу типа такой с царского плеча такой, держи, и батьков сейчас посоветую. Ты никогда не сомневаешься в тех советах, которые ты раздаешь? Нет, тут такая тема. Если человек задает вопрос, на который я не могу ответить, то есть, например, там, например, задавал вопрос инвалид по зрению. И вот он инвалид по зрению, а я вообще, я не знаю, я не понимаю. То есть, он говорит, куда мне пойти учиться, как строить свою жизнь, а я не знаю, понимаешь. То есть, я не инвалид по зрению, слава богу. Я не знаю, с какими трудностями он может столкнуться, что ему делать. Я думаю, что ему нужно идти на какой-нибудь форум, где сидят инвалиды по зрению, но старше его. И они поделятся. Поэтому я говорю, извини, братан. Или человек там по здоровью что-то спрашивает. У меня там шумы в сердце, что делать? Я не говорю ему там, жри понангин, все будет хорошо. Я говорю, к доктору иди, батенька. Подожди, но шумы в сердце, понятно. Но неужели, что делать там в отношениях с девушкой или еще с кем-то, это менее важно. И ты можешь там раздавать советы. Блин, тебя никто не видел никогда с женщиной вообще в кадре. Тебя постоянно обвиняют в гомосексуальности. Почему ты раздаешь людям вопросы о каких-то отношениях с женщинами? Потому что у меня были женщины, я могу давать советы по этому поводу. У нас эксклюзивщик, у Олега были женщины. Не, ну все знают, конечно, что мой парень это Костян. Вот мы с ним готовим, это понятно. Не, я просто как бы своих женщин не свечу, скажем так. Да, иногда и свечу, просто всем пофиг. Потому что пока ты не говоришь, типа, это моя женщина, короче. Все такие, а, все, поняли, надо писать ей в личку что-нибудь. А ты ничего не говоришь по этому поводу, люди не представляют. Слушай, ну, светишь, не светишь, но уже сложился такой образ, уже такого закостенелого, престарелого, практически холостяка. Скажем так, я почти женат уже. Вот уже почти женат. Круто. Эксклюзивчик. А образ изменится? Нет, почему? Не, может, если я там сейчас вот жилплощадь, вот налаживаю все дела, откладываю в кубышку денежки, да. В комментах я прочитал, что у тебя уже есть новая квартира. Нет, я, ну как сказать, я внес за нее половину, но это не совсем квартира, это у меня будет студия, я надеюсь. То есть это студия однокомнатная, где я хочу просто снимать, снимать видосы свои. Вот, я пока внес за нее половину денежек, и вторую половину изыскиваю с помощью спонсоров. Подожди, ты же хотел какую-то большую хату, чтобы жить, а не только снимать. Да, но сначала просто подвернулся очень, то есть мне нужна и хата, чтобы жить, но я понимаю, что если, например, у меня жена, у меня там будет ребенок, и как я там буду там кричать вечерами, снимая там свои рецепты, обзоры, приглашать там Хованского, господи, прости, как я это могу сделать, если у меня ребенок рядом там бегает? Это невозможно, то есть это нужно какое-то отдельное помещение. То есть сначала, скорее всего, будет закуплена, ну уже 100% будет закуплена студия, где вот будет оборудована для съемок, вот чтобы мы сидели вот как здесь, но на студии там свет, все дела. То есть приглашай кого угодно, готовь с ним что угодно. Вот, а второй вопрос сразу же будет решаться вот с большой хатой. Ну там уже совершенно другие деньги, конечно, большая хата стоит лоло. Твою будущую жену зрители видели в твоих выпусках? Да, пару раз. Своё кулинарное мастерство ты часто называешь любительскими потугами. Почему вообще ты так любишь прибедняться? А, слушай, ну это как бы, никто не любит критику и никто не любит неудобные вопросы. А я прекрасно понимаю, сколько я лажаю. И что? А если ты говоришь, типа, ну знаете, криворукий от природы, все такие, ну ладно, криворукий от природы, бог с ним. А если ты говоришь, я суперповар, назови себя один раз поваром и все. И тебе там, так, ты назвал себя поваром три года назад, а сейчас ты тесто замешал, а оно не взошло. Ты реально считаешь, что твоим зрителям важно, как ты там что замешал, они же не для этого смотрят? У тебя же аудитория не повара. И поварская тоже аудитория. Те, кто учится на поваров, им даже иногда на парах, на лекциях включают зачем-то мои видео, что я осуждаю и порицаю. Потому что, ну, много косяков смотришь, как готовил два года назад, плохо, год назад, плохо. То есть сказать, что я повар, что я умею готовить, нет, лучше такого не говорить. Ты кулинарный видеоблогер все еще или уже просто блогер? Скатываюсь, я скатываюсь, скатываюсь в блогинг, понимаешь? Ну, у тебя реально уже есть все, лайвы, стримы, автопы, анбоксинги и так далее, 4-5 разных каналов на разные темы. Но ты же еще не полноценный блогер. Вот тебе не обидно, что, например, как блогер ты должен нормально конфликтовать с кем-то, а у тебя единственный какой-то недоконфликт с пенсионерами с телевизора и тот, который раздул не ты, а хованский. Вот это не обидно? Просто старый телевизионщик, хуеплет, который, блядь, решил пропиариться и поднять свою продажу за счет дружи. Дружи с ним связываться не хочет, он человек неконфликтный, а я буду высказывать свою позицию. Сталик, охуевший черт, хуесос, который делает себе имя, решил, что можно прийти в интернет с телевидения как хозяин и взять отсюда все, что тебе хочется. Так вот, хуй тебе, Сталик, возьмешь ты отсюда только дизлайки. Я про Сталик, охуевший. Подожди, обидно, обидно, что какой-то... Что не ты, не ты сам это сделал, у тебя недоконфликт. Я настолько бешенно рад, что я в этом никак не участвую. Дело в том, что я в один прекрасный момент понял, что любые конфликты, они... Это даже вопрос не о том, плохой ты человек, хороший, хочешь ли ты похайпиться, еще это столько сил вытягивает. Ты представляешь, ты просыпаешься с утра такой, заглядываешь, выпустили про меня диз на меня или нет? А я просыпаюсь и я понимаю, что про меня никто ничего не выпустил, никто ничего не сказал плохого. Я такой, спасибо тебе, Господи, я могу заниматься тем, что мне нравится. Могу поехать на дачу на неделю, не выходить в интернет, просто там постить каких-нибудь жирных поней с утра для подписчиков, понимаешь, у меня вообще все хорошо. И мне не нужно тратить часы своего видео на сценарий против какого-то человека, которого я даже в глаза не видел. Да ты тратишь часы на гораздо более бесполезную хрень. Так меня прет от той фигни, на которую я трачу время. А конфликтовать, конфликтология вся эта, вот в этом разбираться, например, ну ты понимаешь, что на того же Юрчика Хову от этого прет вообще по полной. Он целиком этому отдается, и он просто бросается вот так, знаешь, как это... Всех прет, на самом деле, ну большинство, вернее, популярных блогеров. Ну, большинство, может быть. Просто не повезло, что на тебя прыгнул Сталик Ханкишиев, а не какой-нибудь молодой популярный чувак? Не повезло? Не повезло. Я считаю, что повезло. Чем меньше конфликтов, тем больше у тебя времени остается на продумывание своего контента. Тут тема в чем? Я теоретически могу с кем-то, знаешь, там, устроить типа войну с кем-то, да? Но у меня столько будет на это времени уходить, что основной контент появляться не будет. То есть людям сначала это понравится. Люди любят хайп. То есть там, если там ты мне чай в лицо сейчас плеснешь, я тебе, да пошел ты, и мы там начнем, ты там на боевых ботаниках будешь вспоминать меня черными словами, я на своем канале, люди такие, ура, понимаешь? Но потом, потом это первая серия хайпа, переписки, вот такой вот будет, перекидывание видосами, вторая, потом мне скажут, слушай, что-то обзоров мало выходит, рецептов мало выходит, ты как бы во что превратился-то, братан? Поэтому нет. Так может будет это интереснее? Может быть. Ты так говоришь, ты боишься расфокусировки, но при этом снимаешь, там, не знаю, муха не сидела, качки, дурачки, это же тоже отвлечение от основного контента. Обзоры, рецепты, все. Все остальное по такой логике ты вообще не должен был снимать. Ну, почему? Я, например, обожаю... Ты же пошел в ответы на вопросы зрителей, потому что так делают блогеры, а в конфликты нет, почему? Потому что ответы на вопросы мне приятно снимать, у меня все время впечатление, как будто я реально чем-то кому-то помог. И часто люди пишут, типа, спасибо, твой совет оказался вот прикольным. Наверное, другие люди, которые по моим советам пошли из крыши прыгнули, они мне не пишут просто ничего после этого. Поэтому я читаю только хорошие отзывы о своих прекрасных советах. А конфликтология, ну, мне неприятно в этом участвовать. Я не знаю, вот есть такие люди, которые вот... Знаешь, все люди делятся там на так называемых бойцов и небойцов. Вот есть люди, которые любят друг другу лица бить, да? Там вот они там идут там миксфайт, еще что-то. А есть люди, я, например, не люблю людям лица бить, понимаешь? Я вот люблю там бокс, я люблю на лапах постоять. Ну, скажут там какой-то спарринг, ну, ладно. Ну, мне вот там разбивать человеку лицо, мне это не доставляет. Ты обижен на Хованского за то, что он тебя, по сути, втянул в эту историю со Сталиком? Потому что, как бы, видео Сталик твой коммент, и, в принципе, на этом было бы все исчерпано. Обижен ли? Ну, как тебе сказать? Я прекрасно понимаю, что мы с ним абсолютно разные люди. То есть мы дружим. С Юрой. Да, мы с Юрой дружим. Я никогда ничего плохого про него не скажу. Но, опять же, я просто, когда он снял этот клип, что вот Сталик, там, вот такой, готовил он мясо, как-то неаккуратно резал. Всем привет! С вами Сралик Харчкишиев. И сегодня мы будем готовить люля-кебаб. Начинаем! Ох, блядь, что это, сука? Блядь. И он мне его скидывает, когда он его уже выложил. Понимаешь, если бы я участвовал в этом сценарии, я бы хотя бы пошутил про то, как Сталик любит везде зеру добавлять. А он это скидывает. Я такой, ну, нафиг ты вообще это отснял? Ну, потом я просто сразу ему сказал, ты, как бы, делай, что хочешь, меня не втягивай. А Хован забыл об этом ровно через два часа после того, как выпустил это видео. Такой, все, уже с кем-то сраться дальше, короче. То есть для него это, он как рыбу, как это, он в благих намерениях вступиться за мою честь, развел что-то непонятное. Ну, и бог с ним, все это уже протухло, по-моему, полгода назад. Ну, ты, когда комментировал это все, очень старательно сглаживал углы, но все равно было, чувствовался какая-то печаль, горечь и все-таки обида на Сталика, а не на Хована. Да нет, я прекрасно понимаю, что Сталик профессиональный пулинар. Ну, там у тебя было практически дословно сказано, что, ну да, я уважал раньше этого человека, жаль, что вот он так. Я немножко расстроился, что он, как тебе сказать, вот то, что происходит в интернете между блогерами, то есть, например, если бы я увидел, что на меня там Хованский записал какой-то вот такой клип, как я там криво готовлю или еще что-то, я бы посмеялся и как бы просто и забыл бы об этом, не знаю, через пять минут ровно. А, видимо, Сталик, он не совсем интернет-человек, то есть, как бы он это воспринимает, как бы, судя по всему всерьез, а я не могу это всерьез воспринимать, потому что эти вот какие-то... Я думал, что он тоже посмеется такой, как, господи, молодняк, как-то бредом кем-то мается, он же как бы серьезный человек, если он книги пишет, он действительно кулинар прям вот матерый, скажем так. Я думал, что он отнесется к этому так, типа, что там происходит, господи, брасти. Он тоже серьезный человек, он концерты дается и клипы записывает. Он серьезный молодой блогер, понимаешь, это немножко другое, а там уже прям такой состоявшийся дядечка, то есть, разные вещи. Не совсем интернет-поколение, то есть, я уверен, что Сталик не знает, что такое Версус и не следит за ним. Хованский Ларин действительно ненавидит друг друга? Да нет, по-моему. Ну, как сказать, вот два человека, то есть, они умные люди, действительно, они начитанные люди, несмотря на образ Хованского, что он там постоянно пьет пивасик, все время под шофе, это действительно, правда, он постоянно пьет пивасик. Ну, это и так всем понятно, он везде со своей прекрасной бутылочкой. И, несмотря на это, они очень головастые парни, и они прекрасно понимают, что все это просто часть игры, но это по-настоящему, понимаешь? То есть, опять же, вот как представь, что ты мне не нравишься, и я тебе не нравлюсь, но мы оба понимаем, что нам профит от того, что мы друг друга не любим. Ну, это, блин, это как в футболе дерби, играют столичные команды, они, наверное, Спартак, ЦСКА, Интер, Милан, они сыграли, там, ненависть, болельщики, а потом их видят в одних и тех же ночных клубах, они уже вместе бухают там. Вот Ларин и Хованский, они могут так же проводить время? Нет, потому что я думаю, что они действительно друг другу неприятные. То есть, они играют в эту войну? Они играют в эту войну, да. Ну, а как, ну, я не верю, что... Просто я с ними общался, и тот, и другой, как бы, поумнее меня, понимаешь? Более начитанные люди, чем я, более головастые, более разбирающиеся. Ты опять прибедняешься, да, по-моему? Нет, действительно. То есть, например... Ларин гораздо более головастый, чем ты? Мне кажется, что да. И, ну, например, тот же самый Хованский, у него, там, какое, высшее экономическое образование? Высшее экономическое образование, например. По уровню хотя бы юмора, насколько человек... То есть, например, если посадить меня, тебя и Юру Хованского, здесь будет видно только Юру Хованского. Потому что он будет самый смешной из всех, кто в помещении здесь есть. Поэтому, мне кажется, что они не могли бы это всерьез воспринимать. Знаешь, там, кровные обиды, там, я уверен, что увидят друга на улице, они сделают так, типа... Привет, родной, я про тебя в Твиттере, ты сегодня такое написал, отвечай. Давно меня игнорируешь, вот. Ну, я не верю, что всерьез они могут вот... Всерьез может взяться вот такая ненависть. Это все игрушки. Ну, ты снимал выпуски и с тем и с другим, общался с ними, общаешься. Тебе вот этот мир уже стал родным? Или все-таки ты чувствуешь какую-то свою чужеродность там? Вот этот блогинг весь, вот этот. Все, кто приходят ко мне на кухню, я всех рад видеть. Но я обычно очень сильно туплю, что происходит вот в режиме онлайн. Потому что у них у всех Телеграмы, Твиттеры, Инстаграмы, они все это чекают постоянно. Какой-нибудь Версус кого-то с кем-то прошел, а я там через три дня об этом узнаю. Узнаю я в основном своего оператора Сереги. Потому что ему сколько там, 19 лет или 20, он такой, ты слышал, что вышел диск на того же... Подожди, ты чувак, который круглосуточно в своей группе постит какие-то юношеские школьные мемчики, ты, может быть, не в курсе чего-то? Конечно, потому что мемасики, типа, знаешь, там, одмен петух, там, жирные пони, у него лапки, он не может это сделать. Ну да, это смешно, но это такая какая-то вечная тема, она появляется там на том же Пикабу где-то, я это вижу, или на НГ, я это тащу к себе в группу. А смотреть, кто с кем в Твиттере ведет перепалку, нужно много для этого иметь желания, времени и вообще жизненных сил. Понимаешь? Ну, лень, откровенно, я ленивый человек. За последний год, мне кажется, ты продвинулся в этом во всем. То есть раньше ты был гораздо более нелюдимым таким чуваком, вещь в себе. Сейчас ты все-таки вот распахиваешь свои двери пошире, свои раковины, и все чаще там коллаборации какие-то. Еще не было тебя, по-моему, на каких-то тусовках блогерских, типа, видфестов там и всяких. Свят, 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 мне нужно такое, знаешь, это брызгать. Не зарекайся, не зарекайся. Что там делать, скажи мне? Ты задаешь вопросы, ладно, хорошо. Слушай, ну, поклонницы, возможно, у тебя есть. И что? Ну, они будут тебя облеплять, целовать, фотографироваться с тобой. Что, что, что? Мне это для чего? Чтобы женщина ревновала, или что мне это зачем? Что, расписаться у кого-то на груди, или что? Я не знаю. Я просто, если честно, не особо люблю большие скопления людей, вот особое какое-то внимание. То есть, если на улице человек останавливает меня, типа, дружи, можешь с тобой сфоткаться? Конечно, можно. А если вот какой-то, там уже очередь из людей, я себя чувствую, честно говоря, внутри не особо комфортно. Потому что слишком много внимания на меня одного, и опять прибедняюсь. Я вот такой вот маленький несчастный. Когда к тебе внимание настолько пристальное, что ты понимаешь, что, например, человек пытается купить твой адрес. Вот здоровая тема или нет? Ну, такая. Ну, такое вот уже, понимаешь? Одно дело, когда ты постишь в Инстаграм, вот мы с тобой сейчас фоткаемся, я буду смотреть, там, 10 лайков, 40, 100, 150, это приятно, это лайки. Человек кликает, о, прикольно, то ли к боевым ботаникам пришел, то ли что, то ли интервью у боевых ботаников берет, что-то такое происходит. А когда ты видишь в комментариях, что человек там, я к тебе хочу прийти, сфотографироваться у тебя дома, можно поучаствовать в славном обзоре, и ты такой, братан, вообще, я тебя не знаю, прости, господи. То есть это уже, то есть есть обратная сторона популярности, которая вот такая вот очень странная. Что для тебя важнее, деньги или популярность? Так это, по-моему, вообще одна фигня абсолютно. Как? Можно быть популярным, но, там, не знаю, не зарабатывать супер много денег, как, не знаю, как тот же BadComedian, да, который не продает рекламу. А можно наоборот, можно какой-то узкой целевой нише, там, грести деньги, вот, но супер популярности у тебя нет. Ну, смотри, вот деньги, вот популярность, вот оно вот так движется. Если ты хочешь это отцепить, то есть, например, быть супер популярным, но вести свои блоги из тайги, знаешь, там, по спутниковому интернету и выкладывать раз в месяц видос, и все такие, господи, спасибо тебе за твой видос из тайги, то есть это можно отцепить. Но, как правило, чем больше просмотров, чем больше аудитории... Отчего ты больше получаешь удовольствие, удовлетворение? Честно, когда вот я выпускаю видосик, и я вижу, что он мне самому нравится. То есть, если его никто не посмотрит, тебе похер. Иногда расстраивает, что видосики, которые, вот, я считаю просто, я сделал круто, мы сняли красиво, свет был выставлен, все шкварчало, монтаж божественный, музыка, петличка, на заднем фоне, там, собачки, котики, природа, все дела. И, знаешь, там, 400 тысяч просмотров. Я такой, ну, ёкало мэне, ну, за что мне это? Ну, вот же, а сделаешь там, там, какой-нибудь трехкилограммовый гамбургер, все-таки, 3 миллиона просмотров. Я такой, ну, люди, ну, там же было круто, не здесь, там было круто, туда иди. Ну, так для кого в итоге ты пилишь видосы, для себя или для тех, кому нравится гамбургер трехэтажный? А когда как, иногда приходится прогибаться, то есть, например, говорит мне менеджер... А это какая-то серьезная внутренняя борьба, я прогнусь, нет, я не прогнусь. Да, 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 серьезная. Потому что, например, я хочу... Блин, ну это же всего лишь медийный бизнес, почему какие-то принципиальные вещи тут вообще возникают? Почему, ну, медийный, медийный, в чем проблема? Ну, просто делаешь то, что им нужно и все. Продаешь им продукт, который они хотят. Опять же, здесь происходит внутренняя борьба. Если я буду делать то, что люди хотят, я буду натягивать резинки на арбузы и ждать, пока они взорвутся. Причем, поверь мне, я буду натягивать резинки на арбузы так и снимать это так, что это будет качественно. Качественнее, чем это делают все остальные. И у меня будут миллионы просмотров. Но я буду подходить с утра в зеркало, смотреть такой, тебе 30 лет, тебе не 15. Почему ты это делаешь, братан? То есть, ну, то есть, нет. Нужно делать что-то, что и тебе самому импонирует. Здесь все время, знаешь, так, есть два стула, пики точеные и всякое такое. То есть, с одной стороны, аудитория требует, аудитория вообще любит какой-то зрелищный, ну, зачастую ширпотреб. А хочешь сделать что-то суперкачественное, суперкачественная аудитория такая, ну, да, делал там какое-то сложное блюдо, 4 часа, ну, и бог с тобой, скучно, скучно. Еще менеджер тебе там скажет, типа, у нас чудо-спонсор есть, но нужно много просмотров, Олег. Я такой, господи, и что? Ну, сделай, чтобы было много просмотров. Я понимаю, что нужен хайп какой-то. Сколько ты, 7 лет уже снимаешь? 7, Костян, 7, 7,5-8. Ну, так вот, ты понимаешь, что ты уже просто оторвался от ядра своей целевой аудитории там по всему, по доходам, по потребностям, по интеллекту, по возрасту, в конце концов. Они это называют словом «зажрался», но на самом деле это естественный процесс, и у тебя уже совершенно другие интересы, потребности, вкусы и так далее. И зачем ты старательно продолжаешь делать вид, что ты такой же простой парень, как был, такой же, как они? Это уже выглядит, ну, искусственно. Нет, потому что моя аудитория, она как бы тоже старится вместе со мной. Почему новые приходят? А вы как бы смотрели тебя студенты, так и смотрели. Я могу тебе скриншот статы дать по возрастам, кто меня смотрит, вставишь куда-нибудь сюда, я тебе потом скрин пришлю. Там народ за 25 лет, то есть меня смотрят студенты, меня смотрят... Я читаю твои комментарии, такое не могут писать люди в 25 лет. Люди в 30 лет не оставляют комментарии, у них нет на это сил после работы. Оставляй, вот у тебя есть миллион... Ну, окей, я согласен, да, что зрители и комментаторы это разные. Это разные вообще миры. Абсолютно. Так ты считаешь, что ты не оторвался, да, от своей аудитории? Ты такой же. Я богаче, чем среднестатистический, вот, богаче и более знаменитый, меня на улицах узнают. Ну, то есть, если я возьму из аудитории свои, там, 10 тысяч человек, может, одного из них узнают на улицах. Ну, смотри, когда ты, условно говоря, условно говоря, там был бедный студент, и снимал, оно тебе было интересно, и им это было интересно, сейчас тебе интересно другое, а им-то все тоже интересно, по-прежнему то. И как ты вот это вот преодолеваешься? Им интересно смотреть на меня, что бы я ни делал. То есть, здесь я бы мог сказать, что мои зрители любят кулинарию, или мои зрители любят, там, не знаю, славные обзоры. Нет. Не любят посмотреть, как у меня бомбит, или как я радуюсь. Так резинку на арбуз. Не настолько. Ну, а то, ну, он почти поймал меня, на самом деле, может, это неплохая идея. Три месяца назад у тебя вышел обзор на доставку, King Pong, по-моему, после которого очень многие твои зрители окончательно убедились, что ты снимаешь продажные обзоры. Почему ты продолжаешь отнекиваться? Они под каждым так пишут. Нет, это было рекордно. Я почитал комменты, посмотрел количество там лайков, дизлайков. А что там? Ну, блин. Ну, с самого начала ты сказал, что там все плохо. Ты там как-то более наплевательски относился к этим самым громовкам. Ты хвалил то, что в обычное время там ругаешь и так далее. И вот как-то вот что было не так с этим обзором? Чисто зависит очень сильно от настроения. Вот, например, последний обзор, там тоже, как кто-то коммент накатал, он даже собрал 100 лайков, знаешь, типа, ну, тут понятно, что продался. А почему? Потому что я сказал, что все остыло, и я это потом сам разогрею. Обычно мы так не делаем, сразу как бы, ну, измеряем температуру. Я сказал, я сейчас это разогрею и подвел это под рекламу. Мол, знаешь, там, типа, минутка рекламы, пока мы записывали рекламу, все остыло. Нет, там на самом деле получился косяк с оборудованием. У нас из-за этого все остыло. А как я могу, то есть, там, ну, 40 минут мы там, короче, решали вопросы, да, за это время еда из доставки остыла, и как я могу ее измерять, понимаешь, и людям врать. Если на 40 минут на полу лежало, в пакете. Вот, пришлось разогреть, грубо говоря. Люди, ты нигде не разогревал никому вообще, а тут вдруг, короче, ты решил разогреть, типа, все горячее. Но я же, если бы я хотел соврать людям, я бы это за кадром разогрел, никого бы не сказал. Слушай, знаешь, такое, по-моему, развлечение для зрителей гадать, продажный обзор, не продажный. Да, да, да. А по большому счету, какая разница? Предположим, ты бы брал деньги за продажу, вот просто обозреть, ну, условно, стоит 100 рублей, а как бы взять деньги, ну, не сказать, что это за деньги, стоило бы, там, 500 рублей. Ты бы и зарабатывал, а люди точно так же, там, под свой скромный студенческий ужин смотрели, как ты распечатываешь очередные блюда. Ну, нет, ни в коем случае. Чем это плохо делать продажный обзор? Объясняю, есть такое свойство, что если ты начинаешь что-то подобное делать, то инфа рано или поздно утечет. И что? И все. Им же похер, по большому счету, на объективную оценку какой-нибудь доставки суши или пиццы. Кому это нужно, а это нужно, я думаю, небольшому проценту своих зрителей, они сами закажут и в этом убедятся. Они смотрят, чтобы посмотреть, как ты смачно там пришлепываешь губками, там, и что-нибудь говоришь, там, вкусно-невкусно, и у них выделяется слюна, они сами едят, и все. Бутеры свои точно доставки. Да, да, да. Не, чувак, для меня это принципиально, чтобы нигде никогда не появлялась никакой информации о том, что я где-то взял у кого-то денег за свое мнение. Для меня это, типа, очень важно. Нигде никогда не появилась информация. В ютубе есть видос с ресторатором, который говорит, обломов ровно такой же продажный чувак, у меня есть все пруфы, если нужно, я их предоставлю. Что это за херня? Обломов ровно такой же продажный чувак, у меня есть все пруфы, если нужно, я их предоставлю. Он сидел, бухал пивасик и сказал такую фразу, я такой, не понял, просыпаюсь, звоню Юре Хованскому, говорю, Юр, вот рестората вчера на стриме сидит, такое рассказывает, он такой, все, без базара, сейчас узнаю, ну, оказалось, что, ну, прямо с ресторатором связался, говорю, о чем ты, расскажи хоть о чем, вот, он говорит, ты не понял, что я имел в виду, он имел в виду, что, типа, у меня, я не святой, у меня тоже есть реклама, и реклама у меня, блин, в каждом видосе, вот, это он имел в виду, ему же там предъявляют, что очень много в Версусе рекламы, А я, а я, мол, кто-то ему сказал, что вот там дружи такой святой, слушай, ну, до этого, блин, да все понимают, что все блогеры пойдут рекламу, и такая загадочная, тонистная фраза, у меня есть все пруфы, если нужно, я их предоставлю, пруфы, короче, оказалось, что это ничто, пруфы, это вот ссылка на твою группу ВКонтакте, и написано там по рекламе, пишите, ну, да, адрес, это все пруфы, он это имел в виду, да, ресторатор болван, или зрители болвана, ну, блин, ну, это не серьезная отмазка, человек сидел, его отмазка не твоя, ты сейчас хочешь у меня, чтобы я сказал, ресторатор плохой, Я, правда, не понимаю, тебе удовлетворило вот это его объяснение? Ну, да, мне же все равно, что люди пишут, мне интересно, потому что Юра всегда о рестораторе отзывался очень хорошо, то есть, что он просто грамотный парень, там, все дела, и тут он обронил, ну, он, правда, синий был, то есть, тут такой, просто с человека слабый достаточно, вот, обронил такую фразу, мне самому стало интересно, о чем речь, ну, я, как бы, спрашиваю, он такой, да я не то имел в виду, говорит, заезжай, попьем пивасик, но я так до сих пор, как бы, не заехал, надо заехать попить пивасика, чтобы он по поводу того, какую рекламу можно подавать, какую нет, ну, то есть, все свое мнение, вот это вот озвучил. Перед съемкой я тебя спросил, ешь ли ты перед съемкой славных обзоров, ты сказал, что ем, когда я понимаю, что там ничего особенного вкусного не будет, то есть, получается, ты уже заранее предвзят? Да, очень простой пример, есть гинза, ни с владельцами гинза я не знаком, ни с владельцами ресторанов, ни с кем из гинза не знаком, это просто сеть очень дорогих ресторанов, их в Питере много, и они, ну, там меню, как бы, отличается, ну, прикинь, там, шашлык за 800 рублей, ну, вот он нормальный за 800 рублей, и когда я заказываю с какого-то ресторана и вижу там приписку, это там гинзовский рестик, там, оцененный их, значит, знаком качества, я предвзято предполагаю, что сейчас я вкусно поем, вот. А когда я вижу, значит, суши по акции, 4 килограмма роллов за 999 рублей, я такой, ну, понятно. А у тебя не было каких-нибудь слепых обзоров, когда ты не знаешь, что это, из какой коробки, там, не видишь упаковки, просто тебе дают, и ты вот так оцениваешь, а потом выясняется, что в какой-нибудь дешманской забегаловке казалось вкуснее, чем в гинзе? Обычно, либо я выбираю, откуда заказ делать, либо если мне вообще все равно, я говорю либо оператору, либо там помощница Маши, говорю, типа, вы что хотите поесть? Они такие, мы хотим поесть бургеры, я просто иду, смотрю, какие есть бургеры, и мы их заказываем, как бы, вот. Слушай, ну, получается, ты по большому счету всегда заранее знаешь, будет хорошо или плохо, это как у нас на втором нашем канале «Боевые ботаники», есть у нас прекрасная соведущая «Самбиска», вот она говорит, что у них на соревнованиях ты смотришь, кто с кем, и уже понятно, заранее кто выиграет, кто дойдет до финала, кто нет, то есть все заранее предопределено. После обзора эдак сотого стало скучновато, иногда удивляет, иногда удивляет, но, само собой, 4 килограмма роллов за 999 рублей, ну, не может ничего приехать такого, вот оно и приезжает, в основном рис, лазером нарезанная рыба, ну, что я могу, вот я людям это и показываю, ну, хотите риса поесть на 1000 рублей много, вот, заказывайте отсюда. Даже уже смотря на сайт, зачастую, то есть уже настолько, то есть я смотрю на сайт доставки, я уже могу предположить, хорошо они делают или нет. Ты блогер-миллионник, который не только много прибедняется, но еще и больше всех извиняется, извините за пиво в кадре, извините за мат, извините за Юрца, ты боишься своих зрителей? Не знаю, воспитание такое, понимаешь, ну, когда, ну, первый раз у меня появился в кадре Юрчик, сейчас все уже привыкли, то есть везде в названии идет, там, дружи и Юра готовят, что? Воспитание, а разве это нормально по отношению к Юрчику, говорит, что, ребята, ну, вы извините, вот это, как бы, это, как бы, мой друг, ну, извините, что я его позвал, он вообще, как бы, ну, мне, вот, на его месте, мне было бы очень неприятно. Мне кажется, ему поднимается. Там какая-то безликая масса, а здесь, ну, реально человек, который тебе приятен, почему ты перед ними извиняешься за него? Да это на самом деле случилось ровно тогда, когда мне написала женщина, которая сказала, я тебя пять лет смотрю всей семьей, я такой, ну, окей. Ну, это же серия, ты этими губами детей целуешь, ну, это пипец. Нет, и поэтому я сразу сказал, типа, извините за маты тут, поэтому я сразу всех всегда предупреждаю, что сейчас будут маты капец, извините. И тогда у людей есть хоть какой-то шанс выключить это или еще что-то. Понимаешь, какой контент смотрят все эти люди, твои зрители? Зрители очень разные. Людей меня смотрят два миллиона человек. Многие обзоры там собирают полтора, два. Ну, ты же стату покажешь, там видно, кто ядро, и они смотрят такой контент на фоне, который ты как раз ангел. Да и даже если один процент смотрит, десятая доля процента смотрит с детьми, это сколько людей? Много? Много. Вот только, если это хотя бы сто человек, можно сказать, типа, извините, пивасик в кадре будет, детям не показывайте. Все, там сто человек вырубил, остальные 99999 посмотрели. Ты реально думаешь, что это так работает? Все такие, о, мат будет, все, уводим детей, выключаем и так далее. Понятия не имею, мое дело сказать, моя хата с краю. Вот мне понравился один комментарий по твоим видео, тоже там залайканный. Слишком разбаловал Олег своих зрителей, нужно как Хован нахуй слать прямым текстом, кому что-то не нравится, и агро столько не будет в комментах. Ты не согласен с этим? Согласен полностью. Аудитория, она такая, аудитория это как пираньи. Они, если не чувствуют крови, они вот не начинается вот это бурление, где тебя разрывают на части, остается скелет. За сколько там пираньи корол съедают? За 40 секунд? Или что-то такое? Ну, знаешь, эти все рассказы. А когда ты выпускаешь какое-то извинение или пояснение, ты начинаешь кровоточить, грубо говоря. И от тебя будут требовать еще больше. А если ты говоришь, так, всех в жопу, делаю, что хочу, всех в задницу, короче. Люди такие, ну, взятки гладки. То есть, какой смысл троллить человека, писать, отписываемся, ставим дизы, если ему на это... Ты это все понимаешь, все правильно объясняешь, но делаешь по-другому. Не постиг дзен, прости. Не постиг пока. Ты идешь к этому? Да, я иду к этому. И для меня одно из таких основных показателей того, что я сейчас озвучил, была ситуация с тем же академиком. Там вот академик продался, там банк Тинькофф, вся эта штука. И я такой смотрел, блин, а сколько, интересно, реально отпишется человек. То есть, там половина дизлайков на видосе. Я смотрю, отписалось там 3000, 2100 человек. Проходит три дня, все, опять все подписываются. Любой хайп в интернете длится две недели. То есть, тут ты совершенно прав. Чем меньше ты реагируешь на хейт, на какие-то предъявы, вот. Даже вообще, вообще в теории, даже вообще банить людей не надо. Никого не надо банить. Любой коммент вводит все в топ, все прекрасно. Тебе там говорят, там, ты полное говно. Дизлайк, отписка, все отписываемся. Ты такой, дай бог с тобой. Ты читаешь коммент? Да, читаю. Все? Все читать невозможно. Ну, у меня как, я выкладываю видео, и раньше много тратил времени. Сидел, что-то интересное, интересно, там, отвечал многим. Сейчас понимаю, что так можно просидеть, три часа просто прочитать комментарии. И чё? То есть, я выкладываю видео, потом захожу через пару-тройку часов и смотрю. Если, например, коммент залайкан, я под ним там отвечаю. Прокрутил, то есть, смотрю, понравилось, не понравилось. Если не понравилось, то что? Какие ты удаляешь комменты? Ну, в основном, которые касаются, например, не меня. Я удаляю комментарии только с баном. То есть, я никогда не удаляю комментарии. Это удалить, сразу забанить человека. В основном бомбит, когда люди что-то пишут, натыкаюсь на реально обидные комментарии про гостей, про своих. Вот это всегда очень обидно. То есть, обсирайте меня, но если человек сидит рядом со мной, значит, он мне приятен. Зачем я его позвал? Не тебе неприятен, выключи видео. Ты продолжаешь считать мудаками тех, кто пишет там дизлайк, отписка? Нет, ты чё? Это самые прекрасные люди. Ты же раньше рассказывал, что, блин, каким надо быть мудаком, чтобы всем рассказывал, что ты собирался отписываться. На хрена ты это написал? Это самые лучшие. Я понял это не так давно, но это самые лучшие прекрасные люди. Знаешь почему? Те, кто пишет, что отписываются, никогда не отписываются. Ты просто берешь, выбираешь 50 человек с комментарием дизлайк, отписка или отписался после этого видео. Ты заходишь к ним в профиль, они все сидят на твоем канале. Это действительно обидные комментарии, понимаешь? Например? Про друзей, понимаешь? Есть и обзор с ассистенткой. Это я знаю историк, где-то скрыл комменты. Именно не про друзей, не про других людей, а про тебя. Что тебе было обидно, что ты забанил человека? Слушай, такого, что-то вот такого. Не знаю. В последнее время, даже если пишут, продажный обзор, ты тут-то взвесил, тут-то не взвесил. Я и такие оставляю. В последнее время, как-то, что-то, не знаю, задница сгорела, обуглилась или бросла свинцом, не знаю. У тебя есть люди, которые модерируют комменты? У меня есть модератор, который не работает. Ну, то есть, у меня есть помощница, грубо говоря, которая занимается очень много чем. Там все договоры нужно какой-то подписать. Она же и продает рекламу? Продает рекламу. Она продает рекламу в группе ВКонтакте. Но, что касается крупных брендов, там отдельный человек в Москве сидит. Иногда я могу ее попросить. Последний раз это было, я не помню, когда уже. Я говорю, вот видишь там, когда же это было? А, это какая-то ситуация была с банком Тинькофф. И вот они там такие, что продался Тинькофф. Я что-то такое, у меня что-то бомбануло. Я ей говорю, слушай, потрать 40 минут, вычисти их всех нафиг, короче. Она потратила 40 минут, всех просто вычистила. А обычно она этим не занимается. Она говорит, господи, с тебя торт. То есть я понимаю, что у меня от этого пригорает. Я как бы это аутсорсил, эту работу. А ей все равно. Сам, конечно, это не про нее пишут. Она такая бам-бам-бам-бам-бам-бам. А больше никогда за 8 лет вообще такого ничего ни разу не было. Ты считаешь себя взрослым, осознанным, таким ответственным мужчиной? Или все-таки еще подросток в душе? Слушай, я что-то зависшее между мемасами супячки. И серьезно зарабатывающим молодым бизнесменом. Понимаешь? То есть я в курсе каких-то там современных совершенно тупых мемасов, предположим. Но при этом мне приходится уже иметь дело с очень ответственными вещами. Ну вот отказ от рекламы Тинькова это взрослый был поступок? Они все блогеры, блядь, за бабки маму родную продадут. Вот тут я кончился. Здесь примерно после этой цитаты, когда я увидел примерно за 10 секунд, я принял решение, что больше банк Тиньков рекламировать не буду. Просто с таким отношением я работать не хочу. Ни за какие бабки. Это как раз тот случай, когда бабки не решают нихуя. Детский. Это чисто спонтанное возгорание. Это реально выглядело как потакание у люлюкащей толпе малолетов. Это спонтанное возгорание задницы было. Ты испугался чего-то? Мне кажется, возгорание задницы со страхом не особо связано. Мне скинули просто с десяток людей, скинули, что смотри, значит, вот что Тиньков говорит про блогеров. Я такой, ах так, ну и все, короче. Был бы я, например, если... А то есть только вот такая была реакция, а не то, что смотри, все блогеры массово отказывают сотрудничество с Тиньковым, там режут карты. Если ты этого не сделаешь, у тебя будет глава Тинькова, тебя возненавидят все. Слушай, для того, чтобы избежать хейта, достаточно поставить сотрудничество с Тиньковым на паузу на полгода. Через полгода никто не будет помнить вообще, что произошло в интернете. Вот и все. Зачем вообще было ставить что-то на паузу? Ты же понимаешь, ну какая разница, кто что сказал? Блин, ты живешь в блогерской среде, где все друг друга ежедневно прикладывают там по мамкам. Тут он брякнул, ну какая разница, что он сказал? Какое тебе дело? Это всерьез задело? Да, да, да. Меня задело, потому что это как бы... Чувак сказал, что все блогеры продажные, и ты это повод отказаться от рекламы? Да, типа того. Здесь же тема в чем? Я себе могу позволять выбирать рекламодателей. Я себе могу позволять выбирать из рекламодателей. У меня канал достаточно большой. А другое дело, что мне не следовало никакого видео на эту тему снимать. То есть, типа не хочешь, это же как бы закулисная тема, зачем выносить ее на суд общественности? Типа, вот я там, зачем я пришел? Я как бы не подумав, пришел такой, у меня должны были выйти еще три или четыре выпуска с рекламой Тинькова. Уже оплаченные? Да, даже не три или четыре. Короче, все выпуски из Испании должны были быть с Тиньковым. Я такой, ну извините, вот не будет, потому что странное, короче, отношение. Блин, ну ты каждый день ходишь, не знаю, в какие-нибудь гипермаркеты. Ты понимаешь, что во главе них могут стать полные негодяи, мерзавцы, подлецы? Что теперь, не покупать там хлеб в окее, там в ленте или что-то, если ты вдруг что-то узнаешь? Это немного другое, это личное отношение человека. А то кто-нибудь сидит где-нибудь в банке с твоими друзьями и говорит, все пидоры, кто ходят ко мне хлеб покупать в мою ленту. Не знаю, я этого не слышу. А если бы услышал, перестал бы ходить? Вполне возможно, кто его знает. Ты понимаешь, что так ты вообще откажешься от большинства товаров и услуг? Это вряд ли. Потому что я такого, скорее всего, никогда не услышу. Ты не жалеешь об этом отказе от Тинькова? Да нет, не особо. А форме отказа? А форме отказа? Да, конечно, жалею. Я считаю, что если тебе что-то не нравится, но это немножко детский был поступок, потому что, ну, конечно, сейчас дизлайков подоставят, ну и бог с ним. Но зрителям-то понравилось твоим? Им не должно было нравиться. Это должно было быть вообще что-то типа объявления. Люди восприняли это как, не знаю, как начало какой-то войны или типа того. А я как бы ни с кем воевать не хочу. Я имею право как бы выбирать всех спонсоров, которые хочу. Я мог просто тихо сказать людям, слушайте, чуваки, как бы заберите свои бабки назад и бог с ним. То есть, видео об этом снимать было не нужно. Ну и в итоге такой получился какой-то половинчатый поступок. С одной стороны, ты потерял бабки, грубо говоря, от этого. С другой стороны, тебя же еще и даже не магия обхудесосила то, что что он, либо туда, либо сюда ты определись с кем-то. И в итоге профита никакого и нет в итоге. Дружи, ты вот зачем так? Зачем так? Ты пытаешься усидеть на двух стульях. Вроде бы и с этими не поссориться, и с этими поссориться. Это невозможно. Так, а в итоге у меня профита в любом случае никакого не было бы. Ну почему так бы хотя бы ты возглавил бы священную борьбу этих блогеров против бабки. Вот в этом-то и проблема. И еще бы новый контракт, не знаю, от Альфа или от Сбера. От Альфа или от Сбера было бы неплохо. Все ссылочки в описании. Ты часто запиливаешь такие спонтанные видео, вообще не подумав? Теперь нет. Теперь нет. Я обычно размышляю три раза, стоит ли отвечать, например, на какой-то вопрос или еще что-то. Понимаешь? Потому что люди очень любят в интернете взять, например, вот наше с тобой целиком интервью, дернуть из него две фразы и сделать из этого какую-нибудь чудесную нарезку. Это мы сделаем в начале в интро. Ну ты-то сделаешь в интро, и все люди потом посмотрят, в чем соль была. Можно даже сделать с тобой какую-нибудь нарезку, знаешь, лютую, того, что потом не будет. Просто фу-фан, понимаешь? Чтобы люди... Удержания, чтобы было больше. Вот. Но так нужно думать, потому что любой, любую твою фразу в интернете дернут, вырежут, припишут куда-то к кому-то и обставят такими комментариями, что ты там мудак или борец с системой, и тебя нужно на флаге, на щите нести куда-то. Ты такой, идите нафиг, я слезаю со щита и иду домой. Двадцать минут назад ты сказал, что в принципе уже понимаешь, что тебе должно быть похер на это, и на это все не стоит обращать внимания. Должно быть похер, должно быть. Пока не до конца, но я к этому иду. Я же говорю, я дзен не постиг, но уже скоро, уже скоро. Я думаю, через год вот все вообще будет хорошо. Как-то отвечая на вопросы зрителей, ты говорил, что не понимаешь, зачем читать классическую литературу, что это чуть ли не потеря времени. Почему? Ну, по-моему, ты дернул это из контекста. Ты сказал, что вот я сейчас читаю то, что мне нужно для дела, для бизнеса, то, что мне интересно, не знаю, там по видеосъемке, там по обработке. А зачем читать сейчас, грубо говоря, там Достоевского, Толстого и так далее? Я говорил, что ты должен читать те книги, после прочтения которых ты чувствуешь, что что-то в тебе поменялось, либо ты получил какую-то информацию. Я даже затрудняюсь назвать книги, которые на меня сильно повлияли, но то есть ты что-то, ты изменился. Нет, ты говорил про практическую пользу даже, по-моему. Либо практическая польза, либо ты изменился как человек. Нет, я не слышал, это не для практической пользы. Пытался я прочитать «Войну и мир», честно тебе скажу. Видимо, не дорос. То есть и не пользы, и не удовольствие. То есть, понимаешь, это как ты еду ешь, чтобы не умереть с голоду. Ну и покраснел молча, никому об этом не рассказывал. Зачем ты своим этим школьникам это рассказываешь? Они такие, о, наш кумир говорит, это все херня, можно не читать. Они обрадуются. Понимаешь, что ты портишь целое поколение, не погусь этого слова? У тебя даже оператор ржет. Как я могу испортить целое поколение? Это к вопросу об ответственности за свои слова. В каждом своем видео я говорю, что каждый человек должен думать своей головой. Сейчас будет исключительно мое личное мнение. Я не говорил, что не нужно читать никакую классическую литературу. Я говорю, что многое из классической литературы не даст тебе ничего. И сам факт прочтения, он невозможно гордиться чем-то, что тебе не привнесло. Слушай, а в Эрмитаж стоит хорить? Там тоже особо практические пользы нет. Особенно в мелком возрасте. Прививая чувство вкуса. То есть я в Эрмитаже был десятки раз, когда мелким был. Нас туда водили, просто учился недалеко от Эрмитажа в школе. Поэтому у нас туда продленка какая-то. Все взялись за ручки в Эрмитаж. Там бесплатно было для карапузов тогда. Ходил десятки раз. И возможно, тогда ты не понимаешь этого. То есть ты смотришь на эти картины, ты не понимаешь. Смотришь на эти статуи, не понимаешь. Такой, ну прикольно, здорово, здорово, красиво. Потом ты понимаешь, что тебе в малом возрасте было именно за счет этого. За счет и этой архитектуры старинного Петербурга, скажем так. И за счет этих картин, и за счет этих галерей было привито какое-то чувство прекрасного. И потом ты понимаешь, что это что-то кривое, а вот это выглядит хорошо. Ты понимаешь, что у тебя есть чувство вкуса. Если ты приедешь на один-два дня в Париж, ты поедешь в Лувр? Во Флоренции пойдешь в галерию Фитца, если у тебя там пару дней? Пару дней. Лувр, да. Да. Наверное. Ну. Ну это полдня минимума. Полдня минимум, да. Чтобы хоть что-то. Я, наверное, пробегусь. Для галочки. Для галочки. Зато потом могу всем рассказывать. Для галочки для своей галочки или вовне туда? Для себя в первую очередь посмотреть, впитать, впитать хоть что-то через глаза, скажем так. Впитать эту красоту. Ну, придется, выбора не останется. Что там вообще делать-то? Не по барам же, только сидеть. А какое классическое произведение, ну пусть будет русская литература и несет в себе какую-то практическую пользу? Не знаю, не знаю, не знаю. Прочитал и не пожалел. Давай следующий вопрос. Это я уже минут пять подумать на фоновом режиме. Окей. Был ли какой-то психологический рубеж ежемесячного дохода, после которого ты перестал считать точно, сколько ты заработал в этом месяце? Нет. Слушай, я никогда не считал, сколько я зарабатывал. Я когда на работу ходил, я считал, сколько я зарабатываю и сколько трачу. Потому что суммы были очень маленькие. Когда стал зарабатывать от... Занимался сайтами, стал зарабатывать больше шестидесяти в месяц. Это еще пять лет назад, больше шестидесяти. Я такой, ну и ладно. То есть лежит там какая-то пачечка денег. Взял, положил, взял, положил. Вот. Я не очень скрупулезный человек в плане денег. Ну когда перешагнул там, не знаю, миллион, тебе стало важно полтора, два там? Я миллион пока не перешагал, но, к сожалению. Стабильно еще не перешагнул миллион? Нет, Стабильно Лям еще не перешагнул. То есть бывают проекты, которые приносят... Один проект приносит вообще как за целый месяц. А бывает такое, что знаешь, январь и ты никому не нужен. Просто то, что в январе блогеры никому не нужны. Насчет каких рекламодателей, которые в итоге у тебя были на канале, изначально ты сомневался, а не зашкварли это? Огромное количество зашкварных вообще в выпуски никакие не попадает. То есть если я за, не знаю, за один абзац текста или за одну минуту разговора с человеком, я не понимаю, в чем заключается его бизнес, это сразу нет. Почему тебе не пох? Не знаю, чем полезнее будет реклама для подписчиков, тем больше они будут рекламе доверять. Во-первых, то есть чисто без относительно того, хороший я человек, плохой. Чем у тебя лучше товары рекламируются, чем больше их люди покупают, они довольны, тем больше... То есть тебе нужны красивые рекламные кейсы, чтобы показывать другим рекламодателям. Этому же рекламодателю пришел. Еще раз расскажу. Совершенно верно. Чем крупнее бренд, тем больше вероятность, что с тобой будут говорить вообще другие бренды. Сегодня у тебя реклама казино-вулкан, завтра у тебя пирамиды, послезавтра у тебя непонятные совершенно финансовые системы, основанные непонятно на чем, то к тебе послезавтра Кока-Кола не придет. Ужесточались ли эти критерии, там зашкла или не зашкла, с ростом дохода и, соответственно, возможностью выбирать рекламодателей? Дно осталось прежним. Просто мы от него вверх постепенно отодвигаемся. А критерии остались абсолютно те же. То есть нет казино, нет финансовым пирамидам, нет непонятным всяким штукам, остальное как бы запросто. То есть на самом деле такой список стоп-слов, он на самом деле невелик. Если мне самому конкретно товар не нравится... Еще раз я уточню. Эти критерии менялись или нет? Нет, они изначально всегда такие. Но косяки были. Бывают пустые выпуски без рекламы? Сейчас под Новый год ни одного не будет. Только те выпуски, где друзья приходят, мы что-то готовим, я в такие как бы... Даже и можно. То есть, например, тоже Юра Хованский говорит, ну вставляй рекламу вообще везде. Я не я везде, вставляй без проблем. Но мне кажется, это не совсем правильно. То есть если к тебе в гости кто-то пришел, можно и без рекламы выпуск. Но опять же, мне менеджер бьет по голове. Он мне говорит, типа, так, мы зарабатывать будем или нет? Какие выпуски без рекламы? С другой стороны, у меня, например, появилась рубрика «Делай проще» это двух-трехминутные рецепты. Ну куда ты там что вставишь? Ну это наглость, наглость овер дофига левел. Если ты поставишь минутную рекламу в трехминутное видео, это как вообще? Ты часто говоришь, что со всеми в хороших отношениях. Ну, по крайней мере, стараешься так быть. Но есть такая цитата, что если у тебя нет врагов, у тебя нет характера. Что ты думаешь по этому поводу? Я думаю, что люди путают интернет и реальную жизнь. То есть есть люди, которые в реальной жизни мне неприятны, и в реальной жизни я с ними никак общаться не буду. Но заводить себе врагов в интернете, вот в этом мирке, который иногда пересекается с нашим реальным, какого-нибудь человека, который живет в Москве, там, я не знаю, снимает тоже свои блоги. Ты можешь его никогда не упоминать, ничего о нем не говорить и никак на него не реагировать. Не тратить на него ни времени, ни жизненных сил и не делать ему пиар. А можешь с ним воевать? И вот скажи мне, что выгоднее для тебя? Ну можно не быть ни в каких отношениях. Все, да. То есть либо хорошие, либо никакие. Иногда мне пишут... А в реальном мире? Я тебе так скажу. Иногда, например, мне пишут блогеры, которые хотят устроить со мной коллаборацию, я смотрю их контент, такое редко очень случается. И опять, само собой, я не буду имену озвучивать. И редко случается, что смотришь контент? Или что отказываешь? Редко случается, что пишут, ну там несколько раз в год. И бывает такое, что я смотрю контент, и я понимаю, что ну мне вот это не нравится. Человек не нравится, подача не нравится, что он делает не нравится. Я просто вежливо говорю, что извините, там обычно менеджер скидывает, говорит, вот такой ты хочешь коллаборацию. Я говорю, типа извините, я приглашаю того, чей контент я смотрю сам. Причем мне все равно, сколько там подписчиков у человека, сколько лайков, сколько дизлайков. Мне человек, вот я смотрю его контент, он мне приятен, Я хочу увидеть рядом с собой в выпуске Нет, нет, до свидания, вот и все В реальной жизни есть враги у тебя? Парочка Такие отъявленные Не, ну не настолько, чтобы Такое прям жесть, жесть, жесть Есть люди, с которыми я не общаюсь Потому что я им неприятен И они мне неприятны, понимаешь? И если я их увижу в реале Максимум, что это До свидания Вот такое Можно ли сказать, что враги? Ну, нет Тебя перестали пиздить на улицах? Да давно, очень давно Наверное, наконец, 90 килограмм перешел Тогда и перестали А на бокс сходишь? Сейчас хожу, да, вот, наверное, завтра нужно сходить Ну, такое, как сказать, бокс Для меня бокс, это больше жир разгонять Драчун-то я сам знаешь, какой Ну, я знаю, что вес влияет, тем не менее И хорошо так все Молодцы, молодцы, отличные Про корпус ход Можете в корпус сильно бить, парни Брэй! Да, не, ну, понимаешь, я бокс очень люблю, очень нравится Но я понимаю, что меня никуда выставлять не против кого нельзя Меня убьют нахрен сразу же Ты говорил, что уважаешь Гоблина Пучкова За что? Уважаю, да, во-первых, за переводы Во-первых, за то, что многие фильмы, которые он перевел Они прям были оккультовыми Во-вторых, за большое количество интересного контента, который он производит То есть, там, зачитывал, например, свою книжку эту Не свою, конечно, «Драконы моря» Аудиокнигу сделал Я вообще так по кайфу прослушал всю целиком Его общественно-политическая позиция, взгляды? Какие-то разделяю, какие-то нет За что его презирает Хованский? Хрен его знает Мы обсуждали это Я, честно говоря, вот знаешь, если мне кто-то говорит Ты с тем-то снимался? Я его, кстати, ненавижу Я такой Заткнись Дай бог здоровья Понимаешь? То есть, мне человек начнет рассказывать То есть, серьезно Я сразу говорю Если такая тема поднимается Я говорю, все, завершили Или там на стриме, например Тот же там, мудрец-кадавр Да, вот мы стримим с ним иногда Он такой Мне вот гоблин не нравится Я такой А мне нравится Он такой Ну, на то мы порешим Давай дальше отвечать на вопросы Все То есть, я это как бы вот так обхожу Потому что я не хочу слушать Что кому-то неприятен Человек, который мне приятен Зачем мне это? О каких, скажем так Общественно-политических вопросах Твое мнение поменялось сильно За последние пару лет? Все очень просто Чем старше становишься Тем меньше вообще перестаешь верить во что-либо Что касается политики Понимаешь, что это настолько грязная тема Что вообще никого хорошего нет И любую фразу, которую Вот политик-политик озвучивает Ее нужно послушать три раза Вот почитать об этом человеке Ну, у тебя же есть свои какие-то воззрения На основные вопросы Там политические, экономические, социальные Есть Ну, то есть Вот эти взгляды меняются? Они появляются То есть, скажем так В 18 лет Или в 20 лет Или даже В 24 года Я Любил компьютерные игрушки играть Я новости практически Никакие не читал Не смотрел Сейчас уже посматриваю Что происходит в стране Кто баллотируется У кого какая предвыборная программа Кто чего говорит Хотя бы Ты читаешь предвыборные программы? Да, бывает Вот он, этот человек Который читает А интересно А самое интересное Когда их нет Когда человек кричит Мы за все хорошее Против всего плохого Такой А поконкретнее можно? А там нет ничего Вот это самое веселое получается Ну и Я не знаю Становится как-то Грустнявее Скажем так Владимир Путин или Ксения сообщил? Вот если два Две фамилии осталось В бюллетене И тебя привели на выборы Ты выбрал такое Что Выбрал ты лучше Там Катя Гордона Зюганов или Жириновский Тебе поставить выбор? Ну нахрена Я тебе поставил То, что интересно Не пойду Тебя привели Унесу бюллетень с собой Ты же раньше был таким Я смотрел твой видос И ты был прям такой Патриот Имперец Чем взрослее становишься Тем больше ты понимаешь Что Патриотизм Такая штука Какая? Она с возрастом Она с возрастом Улетучивается? Меняет свою форму Скажем так То есть я Вот например Я свой мусоропровод Ну ладно Избиратель того же Избиратель Владимира Владимировича Он старше чем мы В среднем Почему с возрастом Это куда-то уходит? Нет По-моему наоборот То есть ты считаешь себя Патриотом Я? Да Спасибо боже Не знаю По политике отвечать Это такое вообще А почему ты стесняешься? У тебя какие-то Человеконенавистнические взгляды Ненавистнические Конечно Я ненавижу всех Ну а что Вот ты А политика говорит Такое Что? Ты опять думаешь Ага Какие взгляды в целом Придержишься моей аудитории Кого я потеряю Кого я не потеряю Почему такое? Нет Я недостаточно В этом прокачан Чтобы мое мнение Было весомым То есть например Ты меня спросишь Путин или Ксения Совчак Я такой Ну Путин Ты такой А почему Путин В стране-то Вон как стало плохо А я тебе не готов А плохо раза стало в стране Хорошо стало в стране Я не знаю Люди говорят Что вроде все хорошо Приводят пример Там 90-е годы Там разруха Все сейчас вроде хорошо Дороги Опять-таки Огромное количество Построенных дорог Какое-то колоссальное количество Огромное количество денег В это вложено Ну ты ездишь по дорогам Видишь, нет? Ты можешь Ты в интернете Сейчас можешь найти Тысячу человек Которые скажут Что все хорошо И тысячу человек Которые скажут Все плохо Да, поэтому мне интересно твое мнение. Ты спрашиваешь у человека, который блогер-двухмиллионник. Который очень хорошо зарабатывает и копит себе на квартиру быстрыми темпами. Подожди, но ты готов давать какие-то советы девочке, которая лезет в петлю, потому что ее бросил парень? Там ты не стесняешься, блин. Конечно. А здесь тебе тяжело ответить? Конечно, потому что когда ты у меня спрашиваешь, хорошо стало жить или плохо. Мне хорошо. Потому что у меня уровень жизни. Ты еще спроси у Ксении Собчак, хорошо ли вам живется? Она такая отвратительно, села в Бентли и уехала. Я прекрасно понимаю, что мой заработок в разы выше, чем у средних. Сидит человек, учитель с заплатой 18 тысяч, а я ему рассказываю, что я-то блогер-двухмиллионник считаю, что в стране все прекрасно, друзья мои. Надо вырезку сделать. В стране все прекрасно. Куда мы движемся сейчас? Да непонятно. Туда, куда тебе хочется или нет? Висим вообще. Я не вижу особого движения в плане повышения качества жизни последние лет 10, скажем так. 90-е понятно, 2000-е понятно, 2007-е, 2008-е. Кризис был, да. Но последние 10 лет что? Слушай, а мне показалось ли, в одном из их видосов ты говорил, что тебе нравятся политические воззрения Николая Старикова? И сегодняшние дети, гибнущие на Донбассе, это результат вот этой игры на саксофоне. Это результат вот этой рекламы пиццы, которую Горбачев резал на части. Очень, один из самых вообще доходчивых мужиков с самой какой-то понятной программой. Опять же, я не говорю, что ему можно на 100% ввести. Подожди. Лично я его не знаю. Сейчас то мнение не изменилось. Надо посмотреть. Ты уверен, что ты говоришь о Николае Старикове? Последний раз я смотрел его видос где-то полгода назад. Очень логичный мужик вообще. Те, кто не любят Сталина, в основном русофобы. Именно Путин снял с повестки дня вопрос о распаде России. У англосаксов другая история. Это саранча, которая, приходя на новое место, должна его полностью зачистить. Рамзан Ахмадович просто это сгусток энергии. Вот эта энергия, вот эта харизма в нем, конечно, очень сильно чувствуется. Мне нравится, что у него есть какая-то политическая программа, которую он всегда готов выкатить. И что у него есть огромный ряд сторонников, которые готовы... Ты представляешь, примерно, сторонника Николая Старикова? Блин, теперь у меня все перевернулось в голове. Теперь я вот портрет сторонника Николая Старикова. Но это же полное нищие трэш. Ты чего? Причем он нищий трэш. Нет? Я тебе говорю, что мне нравятся те законодательные акты, которые он выкатывает. А он еще и акты законодательного выкатывает. Конечно, да. То есть у него всегда есть предложение по поводу чего угодно. Мне это импонирует. Слушай, но у Милонова тоже есть предложение по поводу чего угодно. Но у него немного другие предложения по поводу чего угодно. Ты говорил, что надо готовить себе аэродром запасной в одной из европейских стран. Почему? Я в политике на самом деле не в зуб ногой, но просто если ты смотришь на последние, ну лет сто в стране, вот в какое-то все время какой-то спокойный есть период, потом кровище, 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 потом опять какой-то спокойный, кровище, кровище. Вот когда последний раз будет, не знаю, 5 поколений будут жить спокойно? Ты можешь сейчас, я понимаю, что ты задаешь вопросы, да, ты можешь сейчас делать ставку, чтобы хотя бы с этого момента 5 поколений дальше проживут спокойно? Я вообще считаю, что через 20 лет не будет нашего мира в принципе. Я думал, что кого-нибудь ебанет, какой-нибудь ядерной бомбой и все в ближайшее время. Позитивно мыслящий человек сидит передо мной. Ну это лучше, чем мы будем жить в стране, где будут приниматься законодательные акты Николая Старикова. Ладно, я понял, не нравятся тебе Стариков, господи прости, окей. Все время живешь, смотришь на последние 10, 15, 20 лет, 30 лет, 50 лет и все время кажется, что сейчас какая-нибудь хрень начнется. Вот все время. Поэтому да, если есть деньги, если ты любишь Россию, ты живешь в России, строишь бизнес в России, у тебя все хорошо, но если при этом у тебя есть гражданство, не знаю, какое-нибудь там чешское, ну молодец, красава. Понимаешь, когда начнет заливать всех кровью, ты ли будешь стоять на баррикадах, я не знаю, кто будет там стоять. Что ты уже сделал для того, чтобы у тебя был этот запасной аэродром? Пока ничего, пока ничего. Вот развивай свой блок, мне сейчас здесь-то пока жить негде. Слышно, ты же понимаешь, что в принципе ты независим территориально по большому счету. Ну люди будут струнки пускать, независимо от того, где ты сидишь. Ну, мне нравится жить здесь. У меня здесь все друзья. Я имею в виду, что с точки зрения бизнеса, не чем не заниматься. С точки зрения... Также на карточку будешь бабос там получать и все. С точки зрения канала, да, да, разница не так велика. Более того, даже если я куда-то перееду, возможно там контент интереснее будет, знаешь. Тут ты как бы приходишь в Ашан, карусель, смотришь, а что взять. А где-нибудь в Европе там поляна того, из чего можно приготовить получишь. Почему ты не служил в армии? Болезный. Да, на самом деле гипертония. У меня был, короче, варик, грубо говоря. Либо обследоваться серьезно и в армию не идти. То есть, чтобы все документы делать, ложиться стационарно, все дела, чтобы тебя обследоваться. Либо не обследоваться и в армию идти. Уже тогда я нормально бабосиков зарабатывал. Уже тогда мог помогать. Это было сколько, 18-й было? Ну да. Тогда я начинал заниматься рисованием, всякими сайтами, всякими подработками. И у меня был такой вариант, что я могу идти в армию, а могу не идти. Я не помню, какой это год, 2004-й было или что-то такое. Я просто понял, что тогда в армии была такая задница, что я там быть не хочу никак. Вообще абсолютно никак. Подожди, ну а кто будет защищать родину? Ты, значит, гребешь бабосы тут лопатой. А кто нас будет от НАТО защищать? Не знаю, ты, наверное. Я нет. Я на той стороне буду. А, ты в НАТО. Красава. И он вообще мне такие вопросы задает. Слушай, а служба в армии это вот неотъемлемая часть вот этого настоящего мужика? У тебя вообще есть? Тебе близок вот этот культ мачизма? Мужчина должен. И такой вот перечень. Нет. Наш фирменный главный вопрос. Самый мерзкий поступок в твоей жизни? Я, по-моему, отвечал на каком-то из стримов. Я воробья убил. Несерьезно. Ну, жалко было его, блин, до сих пор. Я понимаю, но самый мерзкий, гнусный, подлый. Херово знает. Не знаю, ничего не могу вспомнить такого. Бля, ты святой, что ли? Да не святой, но нету из чего-то доминанты какой-то нету. Понимаешь? Окей, наша заключительная рубрика 5 сек называется. Я задаю тебе вопрос, вернее, говорю фразу, начало фразы. Тебе нужно ее продолжить. Желательно, не раздумывая, больше, чем 5 секунд. Сложно. Дудя, у Дудя все время, он говорит, неограниченное время можно отвечать. Там Блиц, у нас 5 сек. У нас все совершенно по-другому. Все совершенно по-другому. Идеальным президентом России был бы... Шойгу. Я считаю конченными людей, которые... Получают удовольствие от издевательства над другими живыми существами. Мне абсолютно похер на мнение зрителей, если речь идет о... Кого брать в спонсоры или не брать. Я перестану есть жареные сосиски, когда... Рак на горе свистнет. Секс с женой друга возможен, если... Если он попросит, я не знаю. Это лучший, по-моему, ответ на этот вопрос, который у нас был когда-либо. Он такой, пожалуйста, пожалуйста, чувак. Это был «Славный дружи облом». Спасибо, Олег. Спасибо, что позвал. Если это интервью тебе понравилось, поставь лайк и сделай репост. Подпишись на канал Пекло, включи колокольчик и наслаждайся новыми выпусками каждую среду. В комментах ты можешь высказать свое мнение и порекомендовать нам новых героев. А если хочешь больше знать о внутренней кухне Пекла, заходи в наш инстаграм. Продолжение следует... Продолжение следует...